Ну а тем временем общественный транспорт в Омске остановился из-за морозов. Утром мемичи не смогли доехать до работы и учебы на троллейбусах. Провода не выдержали отрицательных температур и порвались. Детские сады с начала рабочей недели заполнены наполовину. Родители не рискуют выходить на улицу с дошколятами. Как город борется с аномальными ноябрьскими холодами в сюжете Дмитрия Ковалева. Пробка длиной всего в 500 метров парализовала движение в центре Омска. На улице Интернациональная остановились автобусы. Провода не выдержали холодов и порвались. Эти полкилометра омичи ехали больше 20 минут. По той же причине троллейбусы остановились и на Космическом проспекте. Из-за ветра минус 28 градусов утром ощущались как минус 32. Люди мерзли на остановках и в салонах автобусов. Допустим, если 54-й идет, то есть их мало довольно-таки. Двери открыли, там люди как-то, извините, нельзя обличить, замерзли. В порядке ходит пока транспорт. Просто так как температура низкая, приходится подпрыгивать, подтанцовывать. Автобусы, по уверению чиновников, ходили исправно. В боксах техники не осталось. В муниципальных предприятиях количество выпускаемого в рейс транспорта от погоды не зависит. Выпуск мы не сокращаем. Наоборот, мы стараемся, когда морозы, мы понимаем, люди стоят на остановках 5 минут, кажется, как будто полчаса. Поэтому мы стараемся в полном объеме выпускать морозы в особенности. Те мячи, которые не смогли завести свой автомобиль и не захотели стоять на остановках, выбрали такси. Но пока столбик термометра опускался, рост тариф. Еще 1 ноября за путь из городка нефтяников на улицу Омскую нужно было заплатить 230 рублей. Тогда на улице было не холоднее минус 2 градусов. 15 ноября при температуре минус 28 такой же маршрут обошелся в три раза дороже. Почему так дорого? Обычно дешевле? В смысле дорого? Ну, наверное, в зависимости от того, что на улице мороз, я не знаю. Я вам точно сказать не могу. Как и многие, амичка Ольга Михайлова сегодня не пошла на работу. Дело не в проблемах с транспортом или слишком дорогой поездки на такси. Приглядеть за ее пятилетним сыном Тимофеем некому. А по пути в детский сад по морозу ребенок может заболеть. Садик находится очень далеко, на улице очень холодно. Поэтому была сегодня возможность остаться дома. На улице, когда холодно, конечно, ребенка одеваешь потеплее, пытаешься его закутать. В садике у нас очень тепло. В садике топят хорошо. В садике не волнуюсь. А в Министерстве образования области напомнили, что не ходить на занятия пока могут только детсадовцы. Так ученики начальной школы с 1 по 4 класс могут остаться дома, если за окном минус 30. В минус 32 уроки разрешается не посещать ученикам с 5 по 6 классы. 10 и 11 классники могут остаться дома, только если похолодает до минус 35. Решение о том, пойдет ребенок в школу или нет, принимают родители. Основываясь, прежде всего, на предварительные прогнозы погоды, а также на ту ситуацию, которая складывается за окном с утра. Хочу заметить, что сейчас эпидемий никаких нет, ни гриппа, ни острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому посещаемость у нас везде хорошая в детских садах, средняя посещаемость. Поэтому пока мы не фиксируем данных о том, что посещаемость снижается. Между тем, синоптики сообщили, что ночь на 15 ноября стала самой холодной за последние 99 лет. На 0,3 градуса было теплее в 1907 году. Дмитрий Ковалев, Сергей Степанишин и Анатолий Серов. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Продолжение следует...